Предупреждаем сразу, увидев следующие кадры, ваш внутренний ребенок завистливо вздохнет. Ежедневно в центре «Интеллектуал плюс» появляются на свет десятки шедевров детской инженерно-технической мысли. Мне нравится создавать разные приборы, разные космические объекты. Но больше всего я люблю строить что-нибудь летающее. Моя специализация была хореография. И наш центр провел мониторинг. И в 2012 году выявилась нужность и важность технического направления. И мы как бы все так аккуратненько перестроились и стали заниматься лего-конструированием. Самому маленькому творцу здесь всего четыре, а всего их около 600. И там, где взрослый увидит игрушку, ребенок создаст почти научный проект с инженерными или архитектурными находками. Автору этого дома, например, всего семь лет. Ребенок изучает то, что он хочет создать. То есть изучает историю и создает проект. То есть буквально создает схему, инструкцию, как он будет конструировать свою модель. И в дальнейшем защищает этот проект. То есть рассказывает, как он создавал эту модель, создает презентацию. Чем ты больше любишь заниматься? В машинке, например, или лего собирать? Лего. Почему? Потому что лего лучше, оно развивает. Последнюю фразу начинающему инженеру Ковалеву наверняка подсказала мама. Но ребенок совершенно прав. На занятиях по лего-конструированию дети получают начальные технические знания и навыки. А затем следующая ступень – роботостроение. На втором этаже центра «Интеллектуал плюс» роботы, собранные и запрограммированные детьми, послушно выполняют любые команды. Главное понять, что вы, как то, что делать, и делать, и делать, и улучшить. Это, я думаю, доказанный научный факт, что дети, которые развивают в детстве, в раннем возрасте моторику, и в более старшем возрасте, скажем, там с 8-9 лет логику, благодаря вот именно работе в технических направлениях, объединениях, они, естественно, становятся более успешными. Во-первых, они видят цель, перспективу и знают, как ее достичь. За последний год, говорят в «Интеллектуале», количество детей, занимающихся лего-конструированием и робототехникой, выросло на треть. Здесь также обязательно знакомят ребят с основами начальной военной подготовки. Тренды давно сменились, уверены в центре. Добро должно быть не только с кулаками, но и с высоким интеллектом. Ирина Евшина, Ольга Красулина, 7 дней в регионе.